450 килограммовый больше, так бы мовить, товарная вага мясной и буинной рогатой живёлы, сгодна областной программы вытворчастей мяса. Облсельгаз Харши переглядели подыходы до вытворчастей Яловичины. Вырошивать мясный скот будут певные господарки, где есть ответные умовы. Это позволится держать добрые приваги и заработать у тымлику и на экспортных поставках. На Могилёушине вызначено 12 специализованных комплексов, один из их в Хотимском районе. Восемь годов на комплексе господарки «Октябрь-Берёзки» займаются вытворчестью Яловичины. Ставку зарабили на две породы – Абердина-Ангузскую и Герефурдскую. Хорошо тем, что они такие спокойные скот, привес дают до килограмма. В этом месяце у нас было 870 грамм привеса на этом скоту. Щена, солома, зелёнка. Нету зелёнки, щена, щена, соломи могут жить. Так что такие непривередливые. Мы даем сейчас зелёная смесь у нас и мука. У Вогулей у господарцы «Октябрь-Берёзки» у Липени на Могилёвске мясокомбинат сдали 257 голов. До леташнего узровня это 160%. Комплекс различный на 5 тысяч 100 живёл, по коль тут крыху больше за 4 тысячи. Однако до Кастрышника ягу планують полностью укомплектовать и запеспечить кормами под потребу. Мы выделили 14 основных предприятий, которые будут заниматься выращиванием крупного рогатого скота. В принципе, эти все комплексы способны производить говядину. Стается задача иметь привеса не менее 760 грамм. Именно сосредоточивать ресурсы на базовых хозяйствах мы обеспечим рентабельность работы. Потому что, имея небольшое поголовье в каждом хозяйстве и бегая за ним, мы не получаем достойного привеса, несем дополнительные затраты и, естественно, не получаем прибыли. Вытворчасть молока по раннейшему застаётся одним из головных на прамках сельской господарки. Каб отримать великие надои, треба выконовать технологию на всех этапах. От выращивания теля до утримания дойной коровы. Добрый приклад господарка бабушки на подворье у тем же Хотимском районе. Телёночек, который постоял здесь 2 месяца, полностью бокс поднимается, идёт дезинфекция этого бокса, всё вычищается. И после этого, который проходит определенное время, ставится новый телёнок. Меньше всего получается всех заболеваний и всех остальных неприятностей, которые могут быть. А если говорить о количестве молока, то это, конечно, зависит от этого кормового стола. Рацион наших животных составляет 20 килограмм зелёной массы, 10 килограмм сенажа, 8 килограмм концентратов и 2 килограмма сена. Сегодня бабушки на подворье продаёт 28 тонн молока у сутки. Однако тут упылнены, что сдольны выраблять больше. У ближайших планах выездить на покажчик у 30 тонн. Алина Соловьёва, Витальй Алексеенко, Новины Регион.